Это я! Твой единственный зритель! Привет! Что за музыка? Из Fable. Мелодия из Fable, которая мне всегда нравилась. Temple of Light называется. Всем здорова, гойс. Поехали. Сними наклейку с телефона, Адун. Какая наклейка на телефоне? Это видишь наклейку. Где наклейка, блядь? Вот это на экране? Это защитное стекло, ну, в виде наклейки. Я такие люблю. Как оно называется, я не помню. Короче, у меня всегда защитные стекла в виде наклейки. Я никогда телефон не разбивал ни разу в жизни. У него нет денег на новый телефон? В смысле, это достаточно новый, это этот, блядь, S23 или какой? Ну, оху, кстати, никто не покупает этот телефон, это супер говно. S23 просто супер ху** тел. Прям вообще 0 из 10. Не советую. Ну, как для своей цены он супер ху**. Стоп, стоп, досмотри до конца. Что лучше, взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме? Или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Почему ху**? Потому что он быстро разряжается. Ну, обычная версия. Быстро разряжается. Он глючит нереально. Там многие приложения глючит. Приходится телефон перезапускать буквально, не знаю, каждые два дня. Потому что приложения просто не заходят. Многие приложения не заходят, он просто зависает. Короче, миллион причин. Очень плохой телефон. Прям ужасный. Был бы nice, Cuphead заново поиграет. Там еще относительно недавно DLS выпустили. Может быть, поиграю, кстати. Может быть, поиграю. И один стрим Helldivers постримлю, чтобы от меня отстали. А то реально забавно получилось. Я просил меня подарить игру. Мне подарили игру. Я, короче, ее вообще, типа, даже забил ху** на нее. Но игра дерьмо унылая. Я просто разок покажу и все. Про какую новую деятельность идет речь в Дискорде? Ну, если она будет, то узнаете. Потому что нету игр для стримов. Мне же ничего стримить буквально. А стримить чисто для зрителей, то, что они хотят, когда мне вообще совершенно неинтересно, так же тоже не получится. То есть вот тот видос, он же всерьез был. Вы думаете, что я его просто записал, просто так от них ху** делать? Вот тот видос, там, вы мне надоели. Нечего стримить, я даже без стрима сейчас. Вот конкретно сейчас, в данную секунду ничего не играю. До этого Baldur's Gate 3 играл. Потом попробовал Helldivers поиграть, который просили. Мне интересно было, мне не понравилось совершенно. Разок могу постримить для вас, чисто. Ну, это разок. Я не могу его постоянно стримить, блядь, потому что кто-то там хочет. Разок зайду, сыграю на стримчике этот Helldivers. Мэби завтра. Прокомментирую рандомную вещь в мире. Ну, например... Твой ник. Рвота 2 плеер. Ха-ха! Сразу понятно, во что он играет. Ха-ха-ха! Учили-ка ник Рвота 2 плеер. Сразу ясно, во что играет. Пиздец, блядь. Ааа! Это шо вопрос? Это оскорбление? Или как? Это как? Оскорбление воспринимать? Балик 1 спин Молстроя. Ну, типа... И чё? Как тебе фильм Интерстеллар? Оху**ный. Как тебе фильм Волкс Уолл-стрит? Считаешь ли ты ГГ-подонком? Ну... Блин, понятно, что он скамер. Это в любом случае в каком-то смысле подонок. Ну, типа, понимаешь? Когда ты смотришь кино, там же, ну, актер хороший, харизматичный. И, ну, как бы... Короче, сложно по кино судить. Понятно, что в реальной жизни это скорее подонок, чем нет. Но когда ты кино смотришь, то сложно как-то там, ну, типа его хейтить. Когда Ди Каприо настолько охуенно исполнил роль и сам фильм охуенный. Когда вернемся в Хардстоун, там ротация и мета классная. Вот только ротации я ненавижу. Я из Хардстоуна ушел из-за ротации. Потому что, блин, ну, мне нравилось чем-то играть определенным. Они это убирают из игры. Вместо того, чтобы просто балансировать все. Я не понимаю, как ротации можно плюсом выставлять. И всегда была проблема Хардстоуна в том, что это донатерская игра. Хардстоун из всех игр, что я играл за всю историю, то есть... Буквально все игры, вот вообще за всю жизнь, не только на стримах. Хардстоун самая донатерская игра ever. Вот просто не было ни одной более донатерской игры. Это тупо... Там нужно платить буквально сотни долларов. Чтобы просто поиграть за эти сезоны. Если ты давно не играл, если ты не играл год плюс, чтобы зайти поиграть, тебе нужно платить сотни долларов. Иначе ты нормально играть сможешь. Ну, чтобы комфортно играть, я думаю, минимум 300 долларов. А то 400 дашь. Этой кофте 10 лет. Нет, это не 10. Этой... Эта футболка вообще не кофта. Мне где-то 5. Так. Кулите-популите. Слышал про занос мела в одном ККК-рубе. На прошлом стриме рассказали. 10.5 КК-доллар. Я просто не был на прошлом стриме. Куда бы потратить? Бля... Инвестировал. Такой выигрыш. Блин, эти вопросы про инвестиции, пиздец. Сколько можно одно и то же спрашивать? Придумал бы. Ну, наполовину, как минимум, наполовину жил бы. Или вообще, может быть, купил бы какую-то супердоргую хату и никуда бы даже не инвестировал. А просто купить супердоргую хату и, собственно, жить на них, чтобы содержать ее. Типа, что на 10 лямов можно всю жизнь жить. Тебе уже не нужно никуда их инвестировать, в теории. Не, ну, тем, кто хочет еще больше, то, конечно, нужно. Чего у меня постоянно время, так постоянно, ну, так часто спрашиваю, типа, какие-то инвестиции, это пиздец. Вы думаете, мне интересно это рассказывать, ну, даже если у меня есть мысли какие-то. Во что я играю в свободное время? Сейчас прямо? Ни во что. Прям сейчас вообще ни во что не играю. Балдургс Гейт 3 играл много. У меня стрима, ну, как бы, ну, до этого. Где-то там неделю или больше. Типа, начал новую игру, потом забил. Поиграл немножко в Хеллдайверс 2. Где-то 5-6 часов наиграл, может быть, 7. Сделал один стрим, но игра дерьмованная. Бля, ни во что не играю без стрима сейчас, вообще ни во что. Игры, блин, закончились, даже нечего играть без стрима. То есть во что играю без стрима? Ну, вообще ни во что. Это как в фильме с Ди Каприо и Брэдбитом. Помните этот? Однажды в Голливуде. Там Ди Каприо такой. Да ладно. С моих советов, что ли? Кайс, поймите, я не амбициозный человек. Я люблю только легкие деньги. Я не люблю как-то особо думать, париться. Что-то делать, напрягаться. Если есть легкие деньги, я забираю. Как-то, ну, что-то там придумать, обдумать. Ну, во что можно инвестировать? Ну, во что в теории можно инвестировать? В какие-то, ну, с моей точки зрения, с моей точки зрения. В крипту, в акции какие-то, да? Многие инвестируют, там, в недвижимость. Но лично я бы никогда не стал. Потому что, допустим, я считаю, что рынок недвижимости прям очень сильно переоценен. Типа, может, в любую секунду взорваться. Но советуй-ка, может, кому-то что-либо, когда я этим не занимаюсь профессионально. Ну, это бред. Ну, типа, я и... Нашли у кого спрашивать, будто бы у меня экономическое образование какое-то, или я там, прям, ну, на этом поднимаю деньги, будто бы. Я сижу на стриме, вы мне донатите деньги. Ладно, всё, всем пока. На сегодня всё. Всем пока, лицо-рука! Всем пока, лицо-рука! Всем пока. Прощевает. Я доволен.